Темпы работ по созданию мемориального комплекса на месте сожженной деревни Алла действительно впечатляют. В конце прошлого года началась подготовка территории, а уже в марте строительство. Открытие планируется накануне Дня Победы. Большую часть работ выполняют сотрудники Гомельского ДСК. Во время субботника им помогали представители Гомельского облсполкома и Светлогорского райсполкома. Возведение мемориала близится к завершению, и уже можно понять, как он будет выглядеть в окончательном варианте. Реконструкция коснулась и скульптуры солдата на братской могиле. Ранее здесь была установлена фигура коленопреклоненного красноармейца. В новом варианте он будет стоять в полный рост. Советский народ понес в этой войне огромные потери, но все-таки он победитель. Когда мы смотрели первый эскизный проект, конечно, мы разные варианты в душе видели, но когда сегодня с каждым днем посещают объект определенное время, я вижу, что он как на глазах начинает вырастать, обновляться и реализовываться в действии. Конечно, это будет сильное место для всех наших амельчан. Украсят комплексы несколько яблонь, посаженных участниками субботника. Особенность этих деревьев в том, что их листья красного цвета, а название сорта – «Ала». Такое внимание к мемориалу не случайно. Половину заработанных на субботнике средств Министерства финансов Беларуси в равных долях направят Национальному художественному музею и Гомельскому облсполкому для завершения строительства в АЛЕ. Наводится порядок и на воинских захоронениях, учитывая, что скоро знаменательная дата и у нашей страны. По предварительным данным в субботнике принимают участие около 350 тысяч жителей Гомельской области. В фонд субботника ожидаем перечисления 1 250 000. Это сопоставимо с данными прошлого субботника. Работы по благоустройству также велись во всех районах областного центра. В них принимали участие коллективы предприятий и организации города, а также представители органов власти. Всего около 120 тысяч гомельчан. Так, председатель горосполкома Петр Кириченко и представители структурных подразделений отправились на каскад озер Волотове. Вместе с сотрудниками предприятия «Красная гвоздика» они посадили 20 молодых либ. Последние годы озеленения города в числе приоритетов. Последние годы, действительно, особенно надо отметить, прошлый год, текущий год, количество деревьев, кустарников, которые высажены в нашем городе, они просто в разы больше, чем предыдущие годы. Это, конечно, радует. Причем активно здесь участие принимают трудовые коллективы наших предприятий. В первую очередь, это делается за счет их средств и их руками. Это, конечно, дорогого стоит. Я хотел бы всем сказать им большое спасибо за то, что они не просто на словах, а на деле, вот так бережно относятся к нашему городу. Сотрудники областного управления Следственного комитета трудились на аллее следователей на Реческом проспекте, созданной в 2017 году. Здесь ведомство проводит различные мероприятия, в том числе принятие присяги. Поэтому каждый год следователи приводят ее в порядок и дополняют новыми деревьями, в этот раз черешнями и ясенями. А Белорусский Республиканский Союз Молодежи в этот день запустил благотворительный проект «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто». Активисты обустраивали места, история которых связана с 75-летием Победы. По всей области молодежь приводила в порядок памятники и обелиски. В Гомеле сотрудники обкома БРСМ трудились в парке фестивальном возле Кургана Славы. Основная цель патриотического проекта – привлечь внимание молодежи к сохранению исторической памяти. Акция «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто» продлится до 4 мая. Анна Корольчук, Евгений Макенко, Валерий Гопанько. Новости недели.